здравствуйте дорогие друзья недельная глава продолжается уже у нас лих лиха но знаете я хотел сегодня вот о чем поговорить знаете вот когда читаешь все это про в рамам про великих там людей таких как в рам то думаешь что какие же были великие люди в то время и вот знаете мы забываем то что и в наше время посмотрите иногда вот какие чудеса какие подвиги какие великие подвижнические вещи силу духа проявляют люди в наше время это кажется что только во времена авраама сделал обрезание в 99 лет я вам расскажу короткую майсу чтобы мы вот как раз увидели что и в наше время так недавно еще было недавно еще в москве например там и в советском союзе за обрезание людей посылали убивали давали строка вот была суровая такая зима рассказывает шалих любовь вскоре бы и лезер и сара были жили в москве и лезер был практически последним действующим мой лим они воспитывали трех детей по законам тор и закрывая дверь и прячась ожидая ареста каждый день и вот он вот знаете как тогда было ожидая ареста их самые темные комнаты в подвалы там делал обрезание прятался и так вообще не единой души вдруг они услышали шум за дверью я коротко рассказываю эту историю подбирается к замочной скважины видит открывает и конверт коричневый падает там написано завтра вы должны обязательно быть в улице городе горькая улица тверская 23 мы находимся в подвале все ни подписи ни причины ничего загадочное тревожное такое но советский союз люди исчезали там ничего не возвращались мало ли что могло быть но взял он сумку в там потайном кармане все принадлежности для обрезания на всякий случай поцеловал детей попрощался с ними с женой и поехал сел в поезд сжался весь пытаясь чтобы никто не видел тверскую нашел закончивается упоминался дом 23 зашел длинное здание смотрит никого нету начал приближаться здравствуйте тишина ну помнит подвал там спустился в подвал думает что сейчас убьют наверное здесь и все вдруг слышит детские голоса и видит стоят женщины много женщин там и на руках младенцы и одному месяц второму там два года уже вымоили они тихо спрашивают да женщины говорят мы все еврейки живущие в разных районах города мы родили сыновей нам некому их обрезать и вот мы объединились решили вот извините что вас напугали но мы не могли же написать у нас не было выбора ошеломленный лезер накрыл стол простыней достал принадлежности для обрезания матери стали в очередь со страхом там жалости ожидают подождите говорит одна позвольте мне быть первой это была мать самого старшего из мальчиком она вдруг сказала с того дня как родился мой мальчик я хотел сделать ему обрезание но отец был против а я так хотелось что мой сын был евреем я боялась что не выдержу этого испытания откажусь и дала клятву что пока он не будет обрезан я никогда не поцелую своего ребенка вы можете себе представить моему любимому сыночку моему два с половиной года я никогда не целовал его и он не получал поцелуй от моей матери потому что я обещала что он сделает обрезание и лезер понял что для этого он родился в россии для этого научился делать обрезание для этого рэбе поручил ему такое в состоянии беспредельной преданности всевышнему жили эти люди и когда мы говорим что авраам мог тот мог нет это они могли и в конце нашей недельной главы мы читаем о заповеди брит пилам который бог дал авраам в осенью медневной должен быть обрезан у вас всякий мужчина и кто это не смог сделать или не получилось так связано что обязан сделать сейчас обязан потому что смотрите что делали люди а для чего делать обрезание написано очень просто львович кирэбе сказал ничего не было создано готовым все нуждается в подготовке хлеб не растет на деревьях испечен сначала сеют пшеницу там до урожают поэтому нам мы все участвуем в общем исправлении и мы с вами вместе делая то что говорит бог тем больше мы укрепляем свое партнерство с ним у него ведь контрольный пакет акций в этом мире у нас будет больше права высказывать наше мнение об управлении мира говорить его просить его бог больше будет принимать наши молитвы потому что мы как бы что-то тоже делаем просто сидите плакать просто считать что был если бы я был в том да нет сегодня у тебя есть силы сегодня есть люди которые делают не меньше чем авраам и мы должны так смотреть и двигаться хотя бы вперед брахавы от слаха